МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьные деньги, как в Николаеве, школу ремонтируют из двух бюджетов сразу. И почему родители отказывают заплатить взносы? Утопи свою машину. Почему участок главной дороги в Лужгороде превратился в самую дорогую лужу? Во Франции в эти минуты начинается церемония закрытия Каннского кинофестиваля. И уже совсем скоро мы узнаем, кому же достанется главная премия «Золотая пальмовая ветвь». Среди претендентов и украинский режиссер Сергей Лозница с фильмом «Кроткое». О том, чем запомнится юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль, расскажет Светлана Чернецкая. Террористические атаки, миграционный кризис. В этом году фильмы на Каннском кинофестивале словно истории из блока новостей. О беженцах в Европе рассказывает картина «Хэппи-энд» австрийца Михаэля Ханнеке. Это история о богатой французской семье, предпочитающей не замечать проблемы мигрантов в соседнем лагере Кале. Это Кале? Да. Еще больше политики в свое кино привносит венгерский режиссер Корнель Мундруцем. В «Луне Юпитера» главный герой-беженец, которого застрелили при попытке нелегально попасть в Европу. Это политическое кино, провокационное, но не только для моего правительства, не только для премьера Орбана. Мои проблемы – это и ваши проблемы, если вы европейцы. Но беженцы в Каннах не только на экране, а даже и на красной дорожке. Во фраках и вслед за звездами мировой величины в свете софитов прошли четыре настоящих мигранта. Во Францию их нелегально перевез сочувствующий фермер, за что поплатился в прямом смысле. Суд оштрафовал его на три тысячи евро. Эта история сделала их знаменитыми и стала пропуском в Канны. Нелегалы посетили премьеру фильма об еще одной угрозе современности – терроризме. Стойте! Я должна найти свою семью! Из ниоткуда лента турецко-германского режиссера Фатиха Акина рассказывает о женщине, муж и сын которой были убиты во время взрыва самодельной бомбы. К сожалению, мы живем во времена, когда эти ужасы случаются почти каждый день. Но мы слышим только данные – 22 погибших, 100 погибших, 150. Мы никогда не слышим о людях, которые переживают такую ужасную утрату. Киномарафон длиной в 11 дней подошел к концу. Его завершил фильм британского режиссера Лин Рэмзи. Этот последний показ спутал совершенно все карты. Фильм «Тебя никогда здесь не было» превзошел все ожидания и вырвался в лидеры рейтинга кинокритиков. Это мрачный триллер о брутальном наемном убийце. Фильм все еще в процессе производства. И в Каннах показали его сокращенную версию, что не помешало критикам влюбиться в это кино. Все еще довольно высокие шансы получить золотую пальмовую ветвь у российского режиссера Андрея Звягинцева. Его фильм «Не любовь» – это семейная драма, которая здесь удостоилась оваций. За убийство? Кого убил ты? Никого. Ну и критики прогнозируют, что украинец Сергей Лозница не покинет Каны без награды. Если и не получит главную премию «Золотую пальмовую ветвь», то либо награду за лучшую режиссуру, либо гран-при фестиваля завоюет. Его фильм «Кроткая, сильная история о безысходности в бюрократическом обществе». Светлана Чернецкая, Евгений Каминский. Подробности телеканал «Интер» из Канн, Франция. Мы вернемся в Канны ближе к концу выпуска и узнаем у Светланы Чернецкой самые последние новости с красной дорожки. А пока ровно две недели осталось до вступления в силу решения Евросоюза о безвизовом режиме с Украиной. Напомню, он начнет действовать с 11 июня. В то время, как многие украинцы стоят в очередях за биометрическими паспортами, в ЕС все больше говорят о том, что безвиз не отменяют правил Шунгена. Подробнее о них расскажет Алексей Пшумыский. Биометрический паспорт – главное условие для поездок в ЕС безвизы, однако далеко не единственное. Ранее в посольство нужно было предоставлять опии билетов, бронетелей на весь срок поездки и страховку. В СМИ уже сообщили, что теперь все эти бумаги нужно брать с собой и показывать уже на границе. Но журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикорд Йозвик говорит, что это не так. Пограничники могут задавать все эти вопросы. Сколько у вас с собой денег, сколько вы планируете пробыть в ЕС, куда едете. Но дело в том, что если у вас есть биометрический паспорт, если вам не нужна виза, то вы имеете право попасть на территорию Шенгенской зоны, не показывая больше ничего. Несмотря на это, в представительстве ЕС в Украине опубликовали вот такую карту с минимальными суммами, которые рекомендуют иметь при себе, чтобы посетить различные страны Европы. Украинские дипломаты успокаивают. Главное не ехать с пустым кошельком и все же захватить с собой некоторые документы. У вас, снова же таки, может быть абсолютно четкая, спокойная ответственность. Мета вашего перебывания приезда в ту или иную страну. Бажано, чтобы она была подтверждена документально. Я уже говорю, если вы, скажем, едете в туристическую поездку, то, что наименьше у вас может быть подтверждение регистрации в готеле и, умовно, квитки туда-назад. Более того, правоохранители не смогут проконтролировать, куда человек поедет после пересечения границы, уверяет Рикард Йозвик. Если, например, после Венгрии вы поедете в Испанию, об этом никто не узнает. У нас нет внутренних границ и никто не следит, куда вы поедете. Это то, за чем люди должны сами следить. Украинцы должны знать, что нельзя превышать 90 дней. Если вы превысите срок, то больше вас просто не пустят. То, о чем здесь в Брюсселе не говорят в открытую, это опасение, что многие, въехав по безвизу, захотят остаться и найти нелегальную работу. Если число таких людей будет расти, власти ЕС могут временно приостановить действия безвизового режима. Однако главное, за чем здесь будут следить, это продолжит ли Киев выполнять реформы, бороться с коррупцией и защищать свободу слова. Если украинские власти нарушат данные европейцам обещания, это может стоить не только безвиза. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности – телеканал Интер. В Лондон и из Лондона на этих выходных лучше не летать. В Британии транспортный коллапс. Крупнейшие авиалии страны отменили все рейсы. Причина – сбой в системе IT. О последствиях расскажет наш британский субкор Оксана Кунзиренко. Самолеты не летают, и для Лондона это настоящий катаклизм. В аэропортах Гатвик и Хитроу, которые ежедневно принимают почти 400 тысяч пассажиров, полный хаос. Полетела компьютерная система британских авиалиний. Мы отменили все рейсы из Гатвика и Хитроу. Если вы собирались лететь нашими авиалиниями, пожалуйста, не приезжайте в аэропорт. Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кому доставили неудобства, особенно семьям, которые собирались лететь в отпуск. В Британии эти выходные – начало школьных каникул. Но вместо солнечных пляжей и экскурсий, родители и дети по несколько часов вынуждены стоять в огромных очередях. Эдди, как дела? На аэровокзалах столпотворение. Отказала система регистрации пассажиров и погрузки, выгрузки багажа. А также система, которая отвечает за парковку самолетов у рукавов. Застряли пассажиры и внутри лайнеров. Даже сайты, приложения и телефонные линии поддержки клиентов не работают. Люди жалуются, что авиалинии не выдают еду, воду и ваучеры на ночевку в отелях. Кое-кто устроился на ночлег просто на полу. В аэропорту совсем никого нет, уборщики и полиция. Рейс отменили и от британских авиалиний нет представителей. Здесь ночь, люди отдыхают просто на полу. Моника на шестом месяце беременности, мы не можем положить ее на кафель. Авиалинии пытаются успокоить разъяленных клиентов и уверяют, никакой хакерской атаки не было. Вино всему ненадежные источники питания IT-системы. Но компания обязана была перейти на резервный канал, а этого почему-то не произошло. А почему бы нас не пересадить на другой рейс? Все рейсы переполнены и вы должны будете выставить огромную очередь, прежде чем получить билет. Главного перевозчика королевства обвиняют в жадности и излишней экономии. В прошлом году компания British Airway из массово сокращала персонал, а отдел IT перевела на аутсорсинг в Индию. Теперь авиалиниям придется считать колоссальные убытки после самого черного дня в истории. Оксана Кундеренко и Валентин Беревич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. А в нашей стране пока лучше не ездить в Ужгород. Участок главной дороги в областном центре постоянно затапливает после дождей. Движение останавливается на несколько часов, а то и дней. В прошлом году власти установили насосы, потратив на них миллион гривен. Но проблему эта не решила. Куда слили миллион, расскажут наши корреспонденты. Это участок главной дороги в Ужгороде практически ворота в город. Но после дождей автомобилям здесь не проехать, а пешеходам не пройти. Небольшое озеро просто парализует движение. Объезд забирает иногда целый час. Все приезжие, которые приезжают, все в этой дороге ездят. И тут уже много машин, и когда подтопливается, великая пробка. Сколько мероприятий поменялось, проблема остается одна и та самая. Первый лепший дождь, вода затопливается. И на моей памяти, так, ну, с десяток точно, бачил на свои очи машины, которые проезжали, рисковали ехать в ту воду. Не знаю, какая там глубина. Топили машины. Вот водитель, не зная глубины, утопил свой микроавтобус. Никаких предупреждающих знаков, что во время дождя здесь не проехать, нет. Машина не смогла выехать, пришлось вызывать эвакуатор. Проблеме не один год. В прошлом городские власти потратили миллион гривен на установку мощных насосов. Деньги ушли, а проблема осталась. В соцсетях шутят. Теперь туристам можно показывать самую дорогую лужу в Украине за миллион. А общественные активисты возмущаются. Власти не учли, что воду откачивать-то некуда. Канализационные системы не работают. По-перше, они сношены. По-друге, они не рассчитаны на такой объем воды. По-третье, они не ремонтировались уже 20 лет. И поэтому, даже при наявности этих насосов, вода не может оперативно откачиваться и собираться, для того, чтобы не перешкоджать руху транспортных засобов. В мэрии с активистами не согласны. Уверяют, канализационная система в порядке, насосы работают отлично. Просто иногда в них попадает строительный мусор, который забивает фильтры. Эта насосная станция, она эффективна. И это единый вариант, который эти все питания в данном месте может вырешить. Насосная станция у нас разумно автоматически отключилась в связи с тем, что в будильном материале, то есть та же мучка, попала в фильтр, она автоматически отключилась. Теперь на вечно потапливаемом участке, когда нет дождей, работают строители. Устанавливают вместо асфальта брусчатку. На ремонт из городского бюджета должны выделить деньги. На этот раз больше миллиона гривен. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. А в Днепре разгорается скандал вокруг полицейских приусов. Точнее, ремонта этих обслуживания патрульных авто. Местные активисты узнали, что машины ремонтируют просто во дворе частного дома. Хотя официально их должны обслуживать исключительно на СТО «Алмаз Мотор». На запрос общественного активиста Александра Слободенюка в МВД отчитались, что именно это предприятие в прошлом году проводило ремонт этих обслуживания полицейских приусов на общую сумму почти 2 миллиона гривен. Активисты выложили в сеть кадры, на которых хорошо видны битые полицейские машины, которые стоят в частном секторе Краснополья. У нас в Краснополе 3 патрульки, которые мы нашли. 3879. На зале лежит бумажка «ДТП, набережная Победы 02.02.17». По ходу, получается, что эта патрулька была в ДТП. Можно предположить, что здесь она была в ремонте. В огороде стоят еще две. Напомню, это не первый скандал с полицейскими автомобилями. Ранее мы рассказывали о том, что репортеры обратили внимание на переплату в почти 10 миллионов долларов за гибридный Mitsubishi Outlander, который Министерство внутренних дел купило в рамках Киотского протокола. После резонанса, вызванного расследованием, глава ведомства Арсеноваков в Фейсбуке похвастал скидкой на эти авто. Но активисты усмотрели переплату и в новых ценах контракта. Позднее выяснилось, что в тендере на покупку машин участвовала всего одна компания. Ника Диамант, аффилированная с Владимиром Гнатышиным. Это давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко. Он, как и глава МВД, выходец из партии «Народный фронт». Четверым экс-фискалам времен Януковича удалось сбежать. Украину они покинули за сутки до спецоперации по задержанию налоговиков-коррупционеров. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиус. По его предположению, причина – это утечка информации о готовящихся обысках. Задержать беглецов не удалось, иначе, объяснил главный военный прокурор, под угрозой была бы вся спецоперация. Напомню, 24 мая одновременно в 15 областях задержали функционеров бывшего Министерства доходов и сборов. Вертолетами их доставили в Киев. Всего арестовали 25 фигурантов. Позже половину подозреваемых суд выпустил большинство под залог, общая сумма которого составила 350 миллионов гривен. Четверо же вышли под личное обязательство. По данным следствия, экс-налоговики обогатились на 97 миллиардов гривен. Не успели в Украине пройти последние звонки, а в Николаеве уже разгорелся школьный скандал. Речь идет о так называемых добровольных взносах. Родители учеников 59-й Николаевской школы заявили, педагоги заставляют причислять деньги в так называемый благотворительный фонд. Якобы средства должны идти на ремонт здания, но из года в год его никто не ремонтирует. Под конец этого учебного года в школе вновь заговорили о сборе денег, но в этот раз родители решили не молчать. В 59-й школе только младшие классы. Обучение в старших классах проходит в гимназии номер 2. Это заведение в Николаеве считается элитным. Накануне последнего звонка педагоги осчастливили родителей, потребовав сдать на ремонт здания по 300 гривен. Согласились далеко не все. То есть ремонт в классе. Вот это мы стали грошей, мы их побачили. С таким же вопросом мы пришли до головы по учительскому фонду. Мы сдадим на протяжении уже другого года такую определенную сумму в обучительский фонд. И мы так само хочем побачить. В школе родителям отказались предоставить отчет о том, куда тратят деньги. Поэтому они собрались и пошли в горе с полком. В мэрии ответили, в этом году ремонт действительно запланирован. Но его будут проводить за бюджетные деньги. У нас сейчас разработается проектно-кошторисная документация на реставрационные работы. Кроме того, у нас разработается проектно-кошторисная документация на облаштование вам современного спортивного майданчика и на реконструкцию потребителей. Это все в работе. На это никаких денег вы не должны собирать. Школа находится буквально в одном квартале от мэрии. Чиновники вместе с родителями отправились в учебное заведение. Руководителя попечительского совета найти не удалось. Кирюхин не разрешил это делать. Ты не имеешь право с ним, и вы Кирюхин запретили. Директор гимназии оправдывает благотворительный фонд. Мол, последние 20 лет вся школа только на нем и держится. А проблема в родителях. Их недовольство вызвано каким-то личным конфликтом. Я покажу, что он в свое время закрыл крышу, когда денег не выделялось вообще. И вдруг им захотелось это все поменять. И точно это все вылилось в межличностный конфликт. Кстати, директор на встрече заявил, что благотворительный фонд отремонтировал крышу. Но вот начальник департамента образования предоставила иную информацию. Крышу только будут ремонтировать в этом году за деньги бюджета. Где, правда, не разобраться. Родители потребовали, чтобы работа благотворительного фонда стала полностью прозрачной. Их поддержала министр образования. Лилия Гриневич на этой неделе была с визитом в Николаеве. Говорит, сейчас разрабатывают законопроект, который будет жестче рекламентировать благотворительный сбор средств. Это только есть в рекомендациях Министерства обучения о том, что не должны работники учебного заклада входить в співзасновники таких фондов. Ситуацию нужно расследовать. И самое главное, вывести все транзакции этого фонда. Родители учеников 59-й школы на этом не собираются останавливаться. Требуют показать движение средств на счету фонда за последние годы. В противном случае будут переводить детей в другую школу. Кирилл Ючишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Николаев. Сегодня в Киево-Печерской лавре праздновали 25-летие Харьковского архиерейского собора. Блаженнейший митрополит Ануфрий совершил божественную литургию в Свято-Покровском монастыре. Предстоятелю сослужили все архиереи Украинской Православной Церкви, а также представители поместных церквей. Напомню, архиерейский собор епископов состоялся в 92-м году в Свято-Покровском монастыре в Харькове. Тогда причиной созыва собора стали действия митрополита Филарета. В итоге тот был лишен санопредстоятеля Украинской Православной Церкви. Сегодня приехали почти все архиереи Украинской Православной Церкви. Вчера мы святовали в Харькове, была святковая литургия, был проведен ювилейный Священный Синод. В той зале, где были приняты должностные решения Харьковского архиерейского собора. Напомню, вчера в этом же зале Синод Украинской Православной Церкви призвал нардепов не принимать, по их мнению, антицерковные и антигосударственные законы. Обращение разместили на сайте УПЦ в субботу. Так, законопроект 4128 дает право общинам менять подчиненность патриархату, а законопроект 4511 предусматривает особый статус религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой агрессором. Трудности перевода. Почему Дональд Трамп считает немцев очень плохими, и сколько на самом деле автомобилей Германии экспортируют в США? Подробнее Татьяна Лагунова. Немцы плохие, очень плохие. Одна фраза, а шума на всю страну. В Германии уже который день обсуждают высказывания Дональда Трампа, и пытаются понять, что на самом деле имел в виду американский президент, и за что он обижает немцев. Что Дональд Трамп думает о немцах, возможно, никто бы никогда и не узнал. Если бы не хорошо информированные журналисты со связями в правительственных кругах. Репортеры разузнали, на встрече за закрытыми дверями с европейскими топ-политиками, Жаном Клодом Юнкером и Дональдом Туском, президент США жаловался на немцев. Мол, в Америке миллионы легковых автомобилей из Германии, это нужно срочно остановить. И вообще немцы плохие. Отдуваться за Трампа пришлось его собеседникам. Он не сказал, что немцы плохо себя ведут. Он сказал, что у него есть проблема с немцами, как, впрочем, и у других, за сирием немецких товаров. Не нужно преувеличивать. Я не специалист в английском языке, но плохие, это все-таки плохие, а не злые. Я не хочу быть причастным к этой политической культуре постоянных утечек информации. Такое впечатление, что современной дипломатии больше нужны профессиональные водопроводчики, чем бестактные дипломаты. Прокомментировал утечку информации Белый дом, глава Национального экономического совета пояснил, мол, на самом деле Трамп никого не обижал. Он якобы сказал европейским лидерам, что у него много вопросов к немецкой торговле. А вот с немцами нет никаких проблем. Тем временем дотошные немецкие журналисты проверили, сколько автомобилей Германия действительно экспортирует в США. И получилось, что эта доля на американском рынке всего 8%. Причем большая часть проданных за океаном машин была произведена на заводах в США. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Однако в Германии тоже от Трампа не в восторге. Канцлер Ангела Меркель по итогам саммита Большой Семерки заявила, времена, когда Европа и Соединенные Штаты могли положиться друг на друга, прошли. И сейчас между Брюсселем и Вашингтоном существуют серьезные разногласия. Тем временем в самих штатах очередные разборки вокруг слива информации из Белого дома. В прессу снова попали якобы секретные данные. Дескать, Дональд Трамп решил создать штаб по борьбе с информаторами. Кто же выдает тайны журналистам, разбирался Дмитрий Анопченко. В Белом доме переполох. Стоит им даже не принять, а просто обсудить какое-то решение, как все это моментально оказывается на первых страницах газет. Вашингтон-Пост выяснила из своих источников в окружении Трампа сразу после возвращения из своего первого международного турне. Американский президент намерен создать в Белом доме специальный штаб по борьбе с утечками. Последней каплей для президента стали статьи о контактах его зятя Джареда Кушнера с российским послом. Глава государства поставил задачу не узнавать о новых разоблачениях из прессы, а идти на опережение, предотвращать утечки. Многих сотрудников Белого дома, в основном тех, кто остался со времен Обамы, даже доступа к внутренней компьютерной сети лишили. Проверяли их телефоны. Мол, кому в рабочее время СМС пишут, но крота пока так и не нашли. Хотя и уверены, Обама уходя оставил в администрации людей, которые сейчас копаются в грязном белье. Ведь в условиях, когда большинство телеканалов и газет, за редким-редким исключением, все настроены против него. Белому дому нужно выбирать новую стратегию, и такая стратегия появилась. Совсем как в рекламе. Если вы до сих пор верите прессе, тогда мы идем к вам. Решено, что президент теперь будет постоянно ездить по стране и лично общаться с людьми. Дескать, если во время предвыборной кампании это помогло ему победить Хиллари, то сейчас поможет победить недоброжелателей. А вот со знаменитыми сообщениями в Твиттере как раз все наоборот. Команда Трампа считает, что они больше вредят. Как известно, свои твиты Трамп пишет сам, ни с кем не советуюсь. И сейчас в Белом доме хотят ввести специальную должность. Нанять дежурных по интернету, дежурных по соцсетям. Людей, которые будут круглые сутки мониторить социальные сети и исправлять твиты Трампа, если он где-то ошибся или был чересчур эмоциональным. Что показательно, об этом пресса тоже узнала в результате очередного слива информации. А значит, борьба за секреты в Белом доме начнется очень жесткая. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала, Интер. Для мониторинга ситуации на Донбассе в Украину прибыла делегация постоянных представителей стран-участниц ОБСЕ. Об этом сообщили в украинском МИДе. Она будет работать до 31 мая. За это время послы встретятся с руководством страны и посетят линию разграничения на Донбассе в Краматорске и Славянске. Постоянные представители оценят гуманитарную ситуацию и масштабы разрушений на востоке страны. Прифронтовая Красногоровка подверглась сегодня сильнейшему обстрелу со стороны боевиков. Разрушена местная поликлиника, школа, пятиэтажный жилой дом. Еще несколько десятков зданий повреждены. По словам военных, наемники могли использовать оружие калибра более 200 миллиметров. На месте побывала и наша съемочная группа. Первые ракеты и снаряды попали по Красногоровской поликлинике. В результате обстрела мансардный этаж полностью уничтожен. Слышу, лежат, летят грады к нам. Я упала на землю, и меня пролетело два раза, по четыре раза, пух-пух-пух. Начало взрываться. Я потом перебежала дорогу и техникум. А потом скажут, что это стреляла Украина. Это руб за сто. У нас же здесь зомбированы все. У них всех броня в голове. Полицейские и военные помогали эвакуировать пациентов. Но снаряды били не только по больнице. В разных частях прифронтового города появились новые воронки. Да такие, что в них впору автомобиль прятать. А мощности взорвавшихся снарядов можно судить по размерам этой воронки. Вот за три года работы на войне я таких огромных еще не видел. Даже привыкшие к обстрелам красногоровцы рассказывают, этот артнолет был одним из самых сильных за все время. По городу били из градов, гаубица. Возможно, прилетали боеприпасы и помощнее. Шуршало над городом такое вот, как вот самолеты реактивные пролетают. Вот такая вот фигня. И вот оно шуршит, потом бах и взрыв. Всего по Красногоровке и позициям вокруг было выпущено около полусотни тяжелых снарядов. Около 30-ти взорвались на улицах города. В этом месте пробита несущая стена, а также разрушены перекрытия с пятого по третий этаж. Как шарахнуло, все двери у нас там, это же раз, два, три, мой четвертый или пятый дом. Я аж там утром, меня как шарахнуло, я кинуло. И на вот эту сторону, ведь сильный, наверное, это волновый удар. Частный сектор. Тут снаряд взорвался прямо перед домом, разбив подземный водопровод и обесточив целую улицу. Повреждения получили несколько десятков домов. Это окна, повылетало все, с рамами, с рамами. Кто его будет делать? За какой? За что? Кто поможет? Кто дать что? Кроме того, уничтожен один из корпусов местной школы. Взрывной волной в соседних домах частично разрушены стены и выбиты окна. Сейчас горожане, кто чем может, закрывают разбитые окна. При том, что всего два дня назад Красногоровка подверглась жесткой бомбардировке. Минимум 8 человек получили ранения. Руслан Смещук, Даниэль Косаковский и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. Северная Корея заявила об испытаниях системы противовоздушной обороны нового типа. Утром в сети опубликовали видео запуска новых ракет земля-воздух. Их задача обнаружить и уничтожить ракеты и дроны противника. Где и когда именно проводили испытания неизвестно. Власти КНДР заявили, что новая система ПВО это разработка Национальной академии военных наук. Официальный Пхеньян результатами испытания остался доволен. И мы возвращаемся в Канны. Самые последние новости исландцы узнаем у Светланы Чернецкая. Она на прямой связи из дворца фестивалей. Свет, здравствуй, расскажи, началась ли уже церемония закрытия и каковы самые свежие прогнозы? Кто получит главный приз? Церемония закрытия юбилейного Каннского кинофестиваля только началась. Все звезды как раз прошли по красной дорожке и заняли свои места в зале с нетерпением ожидая результатов. Ну а сейчас на сцене ведущие церемонии итальянская актриса Моника Белуччи пока еще даже не приступили к процессу оглашения победителей. По традиции начнут не с самой главной премии, с вручения золотой пальмовой ветви, а с награждения лучшего дебютанта года. И здесь нам тоже есть за кого болеть. В конкурсе под названием «Двухнедельник» режиссеров участвует фильм о Донбассе. Это работа литовца Шаруна Сабарта со под названием «Иней». Ему может достаться премия «Золотая камера». Ну а дальше по программе награждение лучшего актера и актрисы, приз жюри, лучший сценарий, лучший режиссер. Так что еще надо потерпеть и совсем скоро мы узнаем, какая премия достанется нашему Сергею Лознице. Его фильм «Кроткая» однозначно в списке фаворитов. Загадывать, кто же победит, очень сложно. В этом году много сильных лент и как бы мы не полагались на мнение кинокритиков, главное решение все же за международным жюри. Напомню, среди тех, кто будет решать судьбу участников кинофестиваля и голливудский актер Уилл Смит. Ну а глава жюри – легендарный режиссер Педро Альмадовар. Ну, уже в течение получаса-часа главная интрига 70-го Каннского кинофестиваля будет раскрыта. Студия. Все, спасибо. Я напомню, это была Светлана Чернецкая из Франции, где в эти минуты проходит церемония закрытия Каннского кинофестиваля. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Продолжение следует...